Слово Божье 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 Все те ответы, которые приходили ко мне, их 6-7 было, они тоже поделились на две части. Одни говорят, да, это одно и то же, другие говорят, нет, в этом есть большая разница. И что меня не то, что удивляет, а настораживает, что все те, которые постарше, все до одного говорят, ну, послушайте сами, что говорится. Это я просто вам скажу те, которые помоложе давали ответ. Значит, один из таких ответов, который пришел. Покайтесь и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов и получите дар Святого Духа. Уверовавшие в Господа Иисуса Христа, как в Сына Божьего и Спасителя, покаяние в своих грехах перед Ним и есть рождение свыше, с последующим водным крещением. Крещение Духом Святым – это второй этап, если можно так сказать. Такой ответ, еще, вот уже ответ от молодого человека. I believe there is no difference. All happens at the same time at conversion. То есть, все это происходит в тот момент, когда человек кается. Следующий ответ. Возрождение имеет две составных. Первая часть человека, вторая – Божья сторона. Человек открывается, Бог поселяется в человека и помогает ему. В следствии этого возрождения новые отношения к Богу, людям, церкви, родителям, близким и так далее. Это происходит иногда задолго до крещения Духом Святым. Вот такой ответ. Еще один есть. Иисус сказал ему в ответ, «Истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие». Рождение свыше – это когда человек кается перед Господом в своих грехах и признает Иисуса Господом и Спасителем своей души. Пример Закхея. Потом идет другое местописание. «Ибо Иоанн крестил водою, а вы через несколько дней после сего будете крещены Духом Святым. Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой». Крещение Духом Святым – это дар Божий. Во-первых, быть свидетелем Иисуса Христа и потом знамения, которые переживали апостолы. То есть, было еще несколько ответов, но они примерно все одинаковые. В том, что те, которые выросли на американских проповедниках, говорят, что нет в этом никакой разницы. Это одно и то же. И духовное крещение, и рождение свыше – все происходит в один момент. Сложность с этим есть, потому что если человек так понимает, то он больше ничего искать не будет. Он будет понимать, что раз я покаялся – это и все. Больше ничего искать не будет. Я думаю, что в этом есть большая опасность. Потому что мы будем дальше проходить по этой книге, и мы будем видеть, что есть покаяние, есть рождение свыше, есть крещение Духом Святым. И это не одно и то же. И не происходит, хотя за редким исключением, но в основном не происходит в один и тот же момент. Итак, давайте обратимся к тому месту Писания, которое мы сейчас прочитали. Итак, Петр обращается к людям. Петр встал перед многотысячной толпой, которых собрал Бог через особое проявление своей силы. В том, что был шумный ветер, в том, что были пламенные языки, которые сошли на людей, и то, что они начали говорить на иных языках. Все это собрало многотысячную толпу людей, которые собрали, чтобы посмотреть, что здесь такого особенного произошло. И вот Петр встал, прежде всего объяснил людям, что с ними произошло, и какое историческое событие произошло в тот момент. Об этом мы говорили в прошлую среду. И дальше Петр переходит на проповедь Евангелия. Он начинает благовествовать. Есть интересное место. Луки 16, 16. Написано. Закон и пророки до Иоанна. С сего времени Царствие Божье благовествуется. И всякие усилия входят в Него. То есть, с момента прихода Иоанна, Крестителя на землю, Царствие Божье благовествуется, проповедуется людям. И какие бы чудеса, какие бы знамения, какие бы великие силы не происходили, нужна проповедь. Нужна проповедь Евангелия. И то, что вот мы видим и сейчас с этим, произошло великая сила, знамение, сошествие Духа Святого. Но почему люди каются? Потому что они слышат благовестие. Они слышат проповедь. И эта проповедь, она не будет похожа ни на что другое, что было до этого. Почему? Да потому что обращается к ним не просто человек. Не просто человек вышел для того, чтобы сказать свое мнение. К ним через это слово обращается сам Бог. И интересно даже Петр говорит им, «Мужи израильские, вы слушайте слова сии». То есть он не говорит «послушайте меня, послушайте нас, послушайте наше представление о жизни». Он говорит «послушайте слова сии». То есть этим он говорит, что я вам говорю не свое, послушайте слова, которые вам хочет сказать Господь Бог. Я думаю, что для любого проповедника это так важно. Нам так важно понять, что когда мы выходим за кафедру, здесь все, здесь не наше мнение, здесь не наши взгляды на жизнь, Здесь не наши какие-то понимания. Этого места должно звучать чистое Слово Божье, которое исполнено правдой и истиной. И не приправлено, знаете, нашими человеческими суждениями. Идем дальше. Слово Петра, мы только что прочитали то, о чем он говорил. Оно звучит сильнейшим обвинением. Ведь подумайте, он обвиняет людей в преднамеренном убийстве. То есть это не была случайность. Это не было, о, а мы не знали, преднамеренное убийство. И при том кого? Подумайте, что за преднамеренное убийство даже простого человека в любой стране осуждают на самое тяжелое наказание. А здесь преднамеренное убийство самого Христа. Он даже им говорит, что вы же знали, кто это. Потому что он был засвидетельствован вам силами, чудесами и знамениями. Это было что-то особенное. Люди, которые кричали «распни его», они знали, что они не кричат это в адрес простого человека. Они знали, что они говорят в это в адрес особенного мужа Божьего, о котором даже они сами знали. И вот эти старейшины и все, которые в Синедрионе собирались, они говорили, что мы знаем, что ты сшедший от Бога. Пришедший от Бога, потому что тех чудес и всего, что ты делаешь, не может делать человек, если не будет с ним Бог. И вот их обвиняют в этом. Хотя, конечно, я вам скажу, что сказать такие слова, как говорил Петр, это надо быть очень смелым человеком. Бросить такой вызов тем, которые совсем недавно распяли твоего Спасителя. Это надо было особая смелость, особое вдохновение. Хотя, можно сказать, что эту проповедь сегодня не напечатают ни в одной газете. Эту проповедь сегодня никогда не скажут по радио светскому. Потому что это скажут, что это антисемит, это ксенофоб, это ультра-райт. Это не будет принято никакой публикации. Потому что то, что там звучит, скажут, вы провоцируете к насилию над евреями, вы провоцируете к тому, чтобы все христиане восстали на тех, которые не христиане, потому что вот здесь обличают в том, что определенная нация распяла Иисуса Христа. Помните, когда Мил Гибсон выпустил свой фильм, сколько было нареканий, потому что вот вы видите, там даже некоторые слова вычеркивали из этого текста, чтобы не раздражать людей против евреев. Эту проповедь не напечатают сейчас ни в одном светском издательстве. Однако ее говорил Петр. И как бы она не была тяжела, ее надо было говорить, и людям надо было ее слышать. И опять-таки, это урок для каждого из нас, проповедников, потому что мы можем, знаете, смело говорить о любой проблеме, но только не о той, которая волнует людей сейчас, или в чем погрязли люди сегодня. Потому что мы понимаем, скажи о том, что тревожит людей сегодня, неизвестно, завтра протянет тебе кто-то из них руку или нет. Но Петр, вдохновленный от Духа Святого, говорил истинное Слово Божье. И в то же самое время, говоря такое строгое Слово, которое говорил апостол Петр, он открывает для людей план спасения. 23 стих говорит, что сего по определенному совету и предведению Божию. То есть, смерть Христа не была случайностью. Это не то, что небо просмотрело и Бог Отец просмотрел, как это так случилось, сына моего распяли. Это было определенное Божье предведение. Это был Божий план. Но со всем этим Божий план не снимает ответственности с нас, людей. Точно так же, как должно было, чтобы кто-то предал Христа. Но это не снимает ответственности с Иуды. Это не снимает с него наказание. Это не снимает с него его предательство. Точно так же, это не снимало с израильского народа ответственности за то, что они предали своего спасителя. Петр обвиняет евреев в самом тяжелом грехе Вы помните, когда-то Христос, когда был еще на земле Он рассказал им притчу о виноградаре, у которого был виноградник И вот он его построил, насадил, построил башню там И отдал виноградарям Потом послал слугу, его там побили Другого слугу его избили, убили А потом там написано, что сына любимого, единственного туда И когда он рассказал эту историю до конца Этого единственного сына вывели за виноградника, убили То те, которые слушали его, враги были настолько движимы Вот всем этим движением этой истории, что они сказали Да не будет! А потом в другом месте написано, что смерти достойны эти виноградари И в то же самое время И в то же самое время О чем им говорит апостол Петр? Он начинает вот этим людям, которые Участвовали в смерти сына Божьего Он начинает им благовествовать И он начинает им проповедовать Не ужасный Божий суд над ними сейчас А начинает им говорить, что вам покаяться надо И прощение вам может быть Представьте себе, какая разница между тем, как человек смотрит Вот в той истории, притче, которую Христос рассказал Все люди сказали, смерть этим виноградарям А Христос говорит, а я хочу предложить вам жизнь Спасение хочу предложить Да никому бы из них в голову не пришло Что после вот этого действия, которое они сделали Можно еще получить прощение Но им благовествуется благая весть И не только прощение Он говорит, что даже вот вы Вот те, которые может из этой толпы Были те люди, которые кричали Распни его Вы получите дар Святого Духа Кто из них мог мечтать о чем-то подобном? Это великая Божья милость И, вы знаете, эта великая Божья милость Она и на нас распространяется Потому что, когда мы посмотрим на себя И подумаем, что мы в своей жизни делаем И как мы нуждаемся в Божьей милости То мы понимаем, что если им это было предложено Оно предложено и нам И всякому человеку, который слышит меня сейчас Что бы ни было в твоей жизни Бог любит и тебя И хочет дать тебе прощение, милость Покаяние, обращение и дар Святого Духа Что бы он переполнил твою жизнь Из чего же состояла проповедь Петра? Во-первых, он говорил о том, что происходило в то время Это очень важно нам понять Он не рассказывал им сказки из далекого прошлого Он не рассказывал им какие-то небылицы Он рассказывал им о том, что вот произошло В течение буквально нескольких прошедших дней Чему свидетелем эти люди были Второе, что очень важно Он был очень personal Он лично обращался к ним Он даже говорит им Вы, вы, вот те, которые стоите вокруг меня Вы это сделали Ведь как это важно для нас Не просто обращаться неизвестно к кому А вот когда мы собираемся Или когда звучит слово Оно должно звучать конкретно к тем, которые слушают Потому что слово, оно направлено лично к человеку А не к какому-то неизвестной массе людей Потом, что еще очень важно Обращаясь к Израилю Петр опирался на то, что для этих людей было авторитетом Он опирался на священное писание Перед которым эти люди преклонялись Которое эти люди считали правильным И это тоже действительно правильно Что когда мы говорим слово Божье Мы не опираемся на, знаете, на наши чувства На наши представления Мы опираемся на то, что есть и доказано Как Божье слово И это то, на чем строится наша вера И на чем строятся наши основания И в то же самое время его толкование Вот то, о чем говорил апостол Петр Из Ветхого Завета Он не мог, как мы уже раньше говорили об этом Он не мог услышать ничего подобного Ни от книжника, ни от фарисея, ни от саддукея Потому что Духом Святым ему было дано откровение Как правильно понимать слово Божье Он Дух Святой дал апостолам Открыл им ум к разумению Писания И они понимали вот все эти места Ветхого Завета Что они значили и к кому они относились И что замечательно, что вот это Евангелие И то, о чем говорил Петр Она открывает людям путь Она не ставит их в тупик Что вот вы Христа распяли Он, Его уже нет с нами Все, полный тупик Нет, оно открывает вечную жизнь Оно открывает путь ко спасению Какая же была главная мысль проповеди Петра Иисус Христос Вот главная мысль Вот главный персонаж Его слова Точно так же, как и в нашей церкви В любой церкви Главный персонаж Главная тема Главная личность В любой церкви Это Иисус Христос И только Он И апостолы проповедовали о Нем И интересно, что Он говорит 22 глава Христос доказал, кто Он Силами, чудесами и знамениями Вот заметьте, какая война сейчас идет Вообще-то не сейчас Это все время так было Ну и в наше время оно тоже есть Война против Писания Против Евангелия Почему? Да потому что оно повествует нам о том, что происходило в то время Оно повествует о чудесах, знамениях, силах И цель дьявола может даже не так Не так отвергать историчность того, что было Интересно, что даже Если я не ошибаюсь Джефферсон Президент, четвертый президент Америки Когда он посылал людей к индейцам Которые жили здесь в Америке Которых еще было тогда много Он создал для них Своего рода новое Евангелие В котором не было чудес А в котором были моральные уроки Нового Завета Это не убей Не прелюбодействуй И вообще Но С новозаветным уклоном Но ни чудес, ни знамений Все это он посчитал, что это лишнее Что это не надо Так вот Если не было чудес Если не было знамений Если не было проявления особых сил То кто тогда был Иисус Христос? Мы не можем это отнять Потому что Через это было показано людям Что это особенный человек И Евангелие Это не просто книга морали Евангелие Это не книга этики Евангелие Это не книга Правил поведений в обществе Евангелие Это благая весть Об Иисусе Христе И его надо принимать Вот таким, как оно есть Вот таким, как оно написано для нас Целиком и полностью И с чудесами И с силами И с знамением И с воскресением мертвых И с воскресением Иисуса Христа И со всем, что там есть Потому что Главной мыслью проповеди Петра Было воскресение Иисуса Христа Петр исполняет свое предназначение Свидетеля Он свидетельствует О воскресении Христа И доказывая это Петр приводит в аргумент Как свидетелей живых Которые стояли Вот он говорит Чему мы свидетели Возможно даже повернулся К другим апостолам К ученикам И говорит Вот чему мы свидетели И свидетельства Пророчеств Писания Которые были написаны Задолго до этого Кульминация земной жизни Христа Деяние 2 глава 36 стих И так твердо знай И весь дом Израилев Что Бог заделал Господом И Христом Сего Иисуса Которого вы Разбили То есть как бы вы не относились Ко Христу До этого Какие бы ваши представления О нем не были бы После этого Твердо знайте Что Иисус Христос Вот тот который Когда-то ходил по этой земле Это не просто человек Это Господь Это Христос Это Божий Сын Это Судья Всей земли И вопрос Который сегодня Стоит перед каждым Человеком И перед вами И передо мной Что я сделаю С этим Иисусом Это в общем-то вопрос Который сегодня Ставится перед каждым Рожденным на эту землю Что я сделаю С Иисусом Христом Итак Какой результат Проповеди Петра Мы читаем так Услышав это Они умилились сердцем И сказали Петру И прочим апостолам Что нам делать Мужи-братья Умилились сердцем По-английски написано They were cut to the heart То есть Их пронзило в самое сердце Я когда читаю это То могу только подумать одно Евангелие делает невозможное Невозможное Потому что Если бы вот на улице Встретили два человека И один другого Упрекнул в преднамеренном убийстве Вряд ли что кто-то Был бы пронзен до сердца Может быть бы Такой ответ дал Что Мало бы не показалось Но Эти люди Они были пронзены до сердца Почему? Потому что Дух Святой Работает над душой человека И Господь может сделать то Что не может ни один хирург Он может Пронзить сердце человека И при этом Дать ему возможность Покаяться Обратиться к нему И Сила Евангелия Она в том Что она приводит Грешника к покаянию Или К полному Ожесточению Но Не оставляет людей Нейтральными И вы знаете Раскаяние этих людей Оно носило Радикальный характер Ведь посмотрите Они не просто Знаете Закрыли глаза И подняли руки Нет Они сказали Что нам делать То есть Мы понимаем Что мы что-то наделали Ужасное Что нам теперь делать То есть Это Не на уровне чувств Это Серьезное Обращение К Богу И Христос Тоже требует Радикальных Перемен В людях И что он им говорит Покайтесь Креститесь И получите Дар Святого Духа То есть Смотрите Насколько Для нас Для нас Верующих людей Нового Завета Две тысячи лет Оно понятно Но для тех людей Это было Настолько Радикально Покайтесь Попросите У него Прощения То есть Признайте Его Господом Потому что В таких грехах Надо было Каяться Только перед Богом Значит Признайте Его Богом Второе Креститесь Когда я слышу Слово Крещение У меня перед глазами Наш большой парк Цветы Оркестр Белые халаты Вы знаете Что тогда было Для тех людей Креститесь Иван Леяна 9.22 Говорит так Ибо иудеи Сговорились уже Чтобы кто признает Его за Христа Того отлучать От синагоги То есть Как только Иудей Тогда крестился Его отлучали От синагоги Его отлучали От его общества Вы знаете Что в то время Быть отлученным От синагоги Это все Это весь твой Круг жизни Ты ничего Не мог сделать Потому что Все делалось Через места О служении Места поклонения Через синагоги И когда человек Становился христианином Он полностью Отрезался От того общества Это было настолько Радикально Как это то же самое Как сейчас Скажем В мусульманской стране Принять Христа Это человек Мог подписать Это просто Подписывал себе Приговор Это согласие Это согласие На страдание На жертву За веру В Христа И третье Получите дар Святого Духа То есть Теперь Вас поведет Уже Дух Святой Теперь уже Не вы будете Ходить куда вы хотите А Дух Святой Поведет вас То есть Очень радикальное Покаяние было И вы знаете Очень было бы хорошо Чтобы И в жизни Всякого верующего Человека Не то что верующего А того который Сегодня Становится верующим Тоже были Радикальные перемены А не просто Записал свое имя В церковном списке Как же закончился Этот день Мы читаем Итак Охотно принявшие Слово его Крестились И присоединилась В тот день Душ Около Трех тысяч Какое было Тяжелое слово Обличительное слово Угрожающее слово И однако Охотно принявших То есть Людей которые Загорелись Служить Господу Около Трех тысяч Праздник Первых плодов Был действительно Радостным И Господь Иисус Увидел Свое Потомство Те которые Пошли За ним Вы знаете Слово Божье Имеет силу И поэтому Я думаю что И мы Должны Проповедовать Это слово Стараться Делать то что мы можем А Господь Будет делать Свое дело Как же дальше Пошла их жизнь Закончился тот день Прошла проповедь Что было дальше Мы читаем 42 стих И они Постоянно Пребывали В учении Апостолов В общении И преломлении Хлеба И в молитве То есть Четыре таких Составных Части Их Служения Это Учение Общение Преломление Хлеба И молитва И вы знаете Вот эти Четыре составных Они должны Постоянно Быть С церковью Что-то может Меняться В обработке Скажем Этих составных Но в общем-то Это всегда должно быть Всегда должно быть Учение И это учение Нельзя заменить Домашними группами Их нельзя заменить Emerging Church Их нельзя заменить Какими-то курсами Которые каждый Где-то что-то смотрит Себе Это учение Которое Должно Трезво Звучать Среди Божьего народа Второе Это общение Так неприятно И больно Когда ты Смотришь Пустые лавки Это ненормально И то что сейчас Мы общаемся Посредством интернета Ну это тоже ненормально Это Мы стараемся Как-то выйти Из положения Это временная Знаете Ну такая временная Заплатка Которую мы можем Временно наложить Но Для христиан Самое естественное Это общение Даже совсем недавно Мы записывали Видео с братьями И рассуждали Ну какую часть Нашего вот служения Мы Больше всего Нам не достает Это общие молитвы Общие молитвы Когда ты молишься И рядом кто-то есть И ты может Мы же закрытыми глазами Молимся Мы не оборачиваемся Но само чувство Того что рядом Есть те Которые Точно так же Как и ты веруют Точно так же Как и ты молятся Вдохновляют тебя Очень сильно И поэтому Для христиан Это Неотъемлемая часть Нашего вероисповедания Общение Друг с другом И потом дальше Преломление Да Участие Участие в святыне В то время Это Собирались Был стол И в то же самое время Они принимали Хлебопреломление И молитва Молитва Без этого Христианин Не может быть Христианином Без молитвы И поэтому Знаете Вот даже сейчас В этих Необычайных Обстоятельствах Которые у нас есть Возьмите Это время Для молитвы Не можете Вы потому что Дома все Тяжело вам Не можете найти Уединенное место Пожалуйста Пойдите на улицу Выйдите где-то Может парк Еще какое-то Уединенное место Уединенная молитва Обязательно должна быть В жизни Каждого Христианина Результат Этого служения Вот результат того Что было в их жизни Вот Их поклонение Какой результат Господь же Ежедневно Прилагал Спасаемых К церкви Заметьте Какая разница Вот с тем Что было раньше И с тем Что было сейчас Мы видим Чтобы ежедневно Прилагались Спасаемые Может быть Что-то Не так Ведь Заметьте Что ради Привлечения Людей в церковь Особенно Современная Церковь Идет нам Многие уступки Тому Что здесь есть Касательно Учения Общения Приломления Молитвы И мы должны Больше всего Переживать За исполнение Слова Божьего А не за то Сколько людей Будет посещать Церковь Потому что В общем-то Господня Это Господня Часть Это Господнее Дело Прилагать Спасаемых К церкви А наше дело Наше дело Делать так Как Он Повелел Конечно Сейчас Мы не собираемся Это может быть Буквально Последние Три-четыре Недели Не актуально Но Закончится Это все Закончится Вернется Назад Все на Свои Круги Но Может быть Это хорошо Чтобы мы Кое-что Пересмотрели Я хотел бы Прочитать Для вас Одну Выписку Я когда Услышал Это То Меня это Просто Ошарашило Это проповедовал Один из Очень известных Проповедников Чарльз Я думаю Что его имя Все знают И проповедовал Он говорил Это 1888 год 1888 год Очень давно А вот теперь Послушайте внимательно То что он говорил И вы удивитесь Вы подумаете Что он Вроде бы Совсем недавно Был в какой-то Современной церкви Вот что он Говорил в то время Новый план В том Чтобы приспособить Церковь к миру Расширяя Ее границы Через Драматические Представления Поклонение Превращается В театральное Шоу А служение В музыкальный Концерт Их проповеди Перешли В политические Речи Или психологические И философские Доклады В общем Они поменяли Храм на театр И служителей Превратили в актеров Чье дело Развлекать людей Согласитесь Воскресный день Стал днем Развлечения Или безделия А церковь Местом Где больше Энтузиазма От вечеринки Чем ревности По Богу Для многих Церковь Это часть мира Где Бог Представлен Как безликая Сила Чьими законами Достигается Успех И благополучие То есть Теперь Господу Нужно Подражать Миру И дальше Он говорит Я такого Никогда Не приму Подумайте Этот человек Говорил 1888 год Насколько Это актуально Для нас Сегодня Порассуждайте Об этом Результатом Служения Первоапостольской Церкви Было то Что мы читаем Был же страх На всякой Душе Подумайте Об этом слове В английском Everyone Was filled With awe То есть Священный Трепет Не просто Страх Что Ну как Люди боялись Там что-то ужасное Туда лучше не идти Люди понимали И заходя Вот туда Где собирались Ученики В храме Они понимали Их наполнял Такой священный Трепет Что они понимали Что они стали Перед чем-то Святым А в результат Современного Служения Ну нет Ни страха Ни трепета Никакого Почтения Люди приходят Действительно Как Спортин говорил 200 лет назад Почти Говорил Что приходят Как Ну вроде как На вечеринку На концерт Где их Поразвлекают Отсюда И одежда Такая И поведение Такое И настроение Такое Вы знаете Может быть В результате Того Что вот сейчас Происходит С этим вирусом И со всем Это как-то Даст нам Возможность Задуматься Определить точно Вообще-то Что нас держит Вот смотрите Вот вы смотрите Сейчас это служение Ну у нас нет Знаете Как американцы Говорят Bells and whistles Нет этого Сейчас ничего Проповедь Молитва Общее пение Это же Ну вообще-то Хорошо Когда есть И хор Когда есть И индивидуальные Пения Это хорошо Это как-то Украшает Что-то важное Но вот сейчас Нам данная Возможность Переоценить Наше важное А что А что для меня Важное А если меня Сейчас уже Не удовлетворяет Учение Слова Божьего Молитва А что если Теперь без Концертных Исполнений Без хора Без пышности Меня уже в церковь Ничего не влечет То это должно Под огромный Знак вопроса Поставить Кто вообще Я такой Христианин Или нет Если нет Уединенной Молитвы Если нет Общения с Богом То Это очень Опасно И так Идем дальше Когда мы Смотрим на эти Стихи в Библии Мы видим Что есть Некоторые Атрибуты Первоапостольской Церкви Которые Относились Исключительно К тому времени Которые Сейчас к нам Могут не Относиться Или Если Относиться То в определенной Обстановке Ну во первых Массовые И публичные Чудеса И знамения Ну во первых Мы понимаем Разница Есть между Чудом И знамением Каждое Знамение Это чудо Но не каждое Чудо знамение Если скажем Я верующий Человек И я вижу Что мои дети Или моя жена Или я сам Болею Или кто-то Другой Вот мы вместе Молимся о человеке И он получает Исцеление Это чудо Но это не знамение Потому что знамение Это от слова Знамя По-английски Сайн То есть знак Который говорит Бог вот здесь И когда у людей Были такие времена Когда они не знали Вот даже то время Первоапостольское Когда только Начала звучать Весть об Иисусе Христе Люди не знали Так это или нет Им нужен был Знак Знамение И вот Господь В то время Посылал Очень много знамений Если же ты скажем Многие годы Христианин То тебе уже Не надо знамения Чтобы узнать Иисус Христос Это Божий Сын Или нет Что же ты тогда За христианин Если ты многие годы Считаешься Верующим человеком Исповедуешь Имя Иисуса Христа И притом Нуждаешься В знамении Чтобы тебе Где-то было показано Что Бог Оказывается здесь Мы не нуждаемся В этом Мы даже не нуждаемся Чтобы Бог Показал нам Какое-то чудо В доказательство Того что Он с нами Потому что Мы должны поверить Этому Нужна наша вера И если бы Постоянно Совершались бы чудеса То я не знаю Надо было бы вера Или нет И кстати Если мы посмотрим Вот Хотел бы даже Задать вам Такой вопрос На На следующую среду Порассуждайте Подумайте Пришлите Ко мне Можете ответ прислать Как-то Или в камень составить Вот вы Как человек Нуждаетесь В чудесах Или нет Если да То при каких Обстоятельствах Нуждаетесь Вы сегодня В чудесах Божьих Если да То при каких Обстоятельствах Да Я понимаю Допустим Я могу со своей стороны Сказать Что да Я очень хотел бы Видеть чудеса Божьи Но не для того Чтобы Открыть не то Что Иисус есть Христос Но когда Допустим Я могу Видеть Человека Который Болен Калека Инвалид У которого Безвыходное положение И Мы пропитаны Духом Божьим Состраданием Понимаем Что этому человеку Никто не может помочь Кроме Бога Тогда мы молимся Господи Яви свое чудо Но Другой причины Для меня Лично Найти сложно Хотя Если скажем Люди идут Проповедовать Совершенно неверующим людям И мы слышим это Неоднократно От людей Евангелистов Которые идут Проповедовать туда Где никогда Не было слышно Имени Иисуса Христа И они там начинают Говорить о нем Да Вот там нужны И чудеса И знамения Для того Чтобы люди могли понять Вот здесь сила Божья И там люди Это переживают И видят это В то время Как Те же самые люди Приезжают в церковь И В общем-то Этого не находят Читаем дальше Итак Можете прислать Свой ответ Свой взгляд на это Нужны ли сегодня Чудеса Для нас С вами И по какой причине Для чего Идем дальше Все же верующие Были вместе И имели все Общее И продавали имение И всякую собственность И разделяли всем Смотря по нужде Каждого Хотелось бы сказать Это не социализм Это не коммунизм Люди постарше понимают Потому что было время Когда даже Этеисты читали И говорили Вот видите Мы тоже хотим Построить такое общество У всех все будет Общее Поэтому у вас Все позабираем Все будет общее А мы уже раздадим Смотря по нужде Каждого Мы должны понять Что Вот в то время Покаялись эти люди Которые пришли С разных мест Не только с Иерусалима С разных мест Они пришли На праздник Там уверовали Куда им идти Другой церкви нет Они не могут Вот сейчас люди Каются С какого-то города Звонят Или пришлют Как-то Сказать о себе Подскажите И где здесь церковь Я могу позвонить До Виктора Дрежнюка Или еще до кого Спросить Где адрес церкви В том городе И мы можем Дать человеку Сказать Пойди вот сюда И вот там Есть люди Христиане Тогда не было этого Куда им было идти Они придут Скажут Что они уже христиане Их отлучают От синагоги И ничего не могут Простейшего Малейшего Не могут сделать Их Отвергало их общество Куда им идти Они оставались там В Иерусалиме За что им было жить Где им было жить Вот тогда Люди Видя эту нужду Они Возмещали эту нужду Они продавали Свои имения Они раздавали Этим людям Хотя Была еще одна причина Многие из них Понимали что Вот В их жизнь Придет Иисус Христос Поэтому это имение Им не нужно Они не собирались Ничего Оставлять Своим Сыновьям Дочерям Своим детям Потому что Они знали Что скоро Закончится В общем-то Их пребывание На этой земле В чем-то Они не промахнулись Потому что Пройдет Сорок лет Даже меньше Чуть больше Тридцати лет Придет Тит Все полностью уничтожит Продал Кто-то имение Раздал Нищим Не продал Оставил Детям Ничего не останется Этим детям Все будет сравнено С землей Лишаться Всего Все Но только Те люди Они Как говорится Передали Оттуда В небесный банк Оттуда уже Ни Тит не заберет Ни Моль Ни Ржа И никто другой И поэтому Те люди Которые это сделали Они в общем-то Ничего Не потеряли Но Ну такое Веселие Это может быть Это может быть Человек Который Они пребывали От тебя Звоночек Пожелайте Благословения Пожелайте Доброго Это очень Замечательно Это Еще Еще раз Скрипит Нас Как церковь И дальше Написано Что Господь Ежедневно Прилагал Спасаемых К церкви И это то Чем заканчивается Эта глава Господь Ежедневно Прилагал Спасаемых К церкви И наше желание Чтобы и у нас Господь Ежедневно Прилагал Спасаемых К церкви И чтобы нас Он ежедневно Спасал И нам Он давал Жизнь И силы Я предлагаю Сейчас Вот там Где вы есть Склониться На колени Помолиться Открыть перед Богом Свою душу Рассказать ему То что есть У вас на сердце И пускай Господь Благослови всех нас Давайте помолимся